величественный город святого петра санкт-петербург кто хоть раз побывал здесь навеки влюбляется в его архитектуру проникается культурным духом северной столицы не зря этот город включен в перечень охраняемых юнеско как больно осознавать что в угоду меркантильным интересам часть этого наследия может быть утрачено сегодня мы расскажем историю которая может стать позорной страницей в жизни церкви в россии на сайте циан по продаже недвижимости появилось объявление что комплекс зданий духовной семинарии включающий церковь святой екатерины в деревне новосаратовка всеволожского района ленинградской области выставлен на продажу эту деревню основали когда-то немецкие колонисты обосновавшись здесь они построили деревянный храм который позднее при поддержке императрицы екатерины был перестроен в каменный в петербурге было немало немецких поселений которые назывались колониями но новосаратовка была первой и самой большой а все началось по воле ее величество императрицы екатерины алексеевны она сначала издала манифест буквально спустя несколько месяцев после вошедствия на трон манифест о том что все жители иных государств могли свободно приезжать в россию на первых порах поселение немцев называли колонией 60 по числу дворов с течением времени колония все больше разрасталась и в память о городе саратове куда клонисты изначально собирались немцы стали именовать свое место жительства малый саратов кай потом просто саратов кай позже новой саратов кай и наконец новосаратов кай новосаратовской колонии получив от российского государства значительные субсидии на обустройство немецкая колония со временем превратилась можно сказать в райский уголок через год после основания новосаратовской колонии была построена деревянная лютеранская церковь названная в честь небесной покровительницы императрицы святой екатерины в начале девятнадцатого века храм был возведен в камне помимо всего прочего здесь была приходская школа где учили и немецкий русский естественный язык чистописания те предметы которые тогда полагалось знать здесь же была угодельня 30-е годы церковь была закрыта здесь начало до войны располагался клуб а после великой отечественной войны поселковая школа для нас это наша школа это наша любимая школа десятилетка прекрасная школа с прекрасными учителями все поколения детей там включая я не знаю с каких годов это была наша прекрасная школа в 90-е годы храм был возвращен верующим и сегодня в здании размещается теологическая семинария евангелической лютеранской церкви но вот башенка храма не сохранилась во время великой отечественной войны она была ориентиром для обстрела новосаратовки и ее снесли историческая и архитектурная ценность церковного здания как архитектурного объекта так и объекта духовного наследия описано в многочисленных архивных справочниках есть о нем информация и в википедии и даже на сайте семинарии подтверждается уникальность этого объекта но вот по документам церковь числится как административное здание с мансардой и при желании может быть снесена или перестроена под иные цели без особых хлопот так как не имеет охранного обязательства друзья я сегодня санкт-петербурге новосаратовка храм святой екатерины лютеранский храм приход который не так давно скажем так по нашим временам вернули лютеранской церкви это не один храм это комплекс зданий тут и семинария и другие дома постройки вот что привлекло мое внимание я увидел что здание храм и весь комплекс выставлен на продажу это конечно по сегодняшним временам сегодняшней нашей россии это удивительная история конечно давайте попробуем созвониться с теми кто продает это здание были объявления сначала и об аренде и сейчас все на продажу участок с комплексом зданий давайте я попробую набрать сейчас алло а добрый день здравствуйте я по объявлению продажи участка с комплексом зданий уже есть да у вас скажите а земля сколько вот тут земли под и под зданиями целый гектар а какое назначение его а изменять если купишь можно или это какая-нибудь исторически тут же храм находится а то есть проблем не будет с изменением со всем этим да а сносить это можно будет если что вот тут храм святой екатерины везде бьется хорошо а сколько цена вот ваша конечно вы собственник или вы риэлковская фирма 68 миллиона за все здания до а их назначение зданий одно здание это теологическое семинария второе котельное и третье здание это жилищно-административное здание с мансардой а собственник кто литеранская евенгалическая церковь понятно понятно спасибо вам большое спасибо давайте будем на связи до свидания хорошо до ведутся переговоры и скорее всего даже уже нашли покупателя вы видите как нехотя риэлтор говорила и в комплекс она почему-то мне кажется стесняется включить здание вот храма святой екатерины очень странно что это не памятник архитектуры если продается здание которое является официально признанным памятником архитектуры то оно продается с обременением так сказать то есть обременением являются условия это здание восстановить не нарушать архитектурного облика и все ремонтно-строительные работы производить по согласованию с геопом с государственной инспекцией охраны памятник чтобы вот сейчас была возможность найти 68 миллионов рублей ну 100 там в любом случае нужно было еще документы там да я прям вообще бы купил бы это здание и сделал бы там культурный центр детский досуговый центр я не знаю что в головах у этих людей происходит которые решили так сделать но это конечно недальновидное возможно в их ситуации это единственное ухоцеположение на мой взгляд я реально страдаю от того например это прям моя боль да что я в питере не могу организовать нормальное служение потому что у меня нет помещения а мне нужно в питер организовать служение и я прямо завидую хотя христиан не положено завидовать тем людям которые имеют собственные помещения ну вот я бы особенно когда у тебя помещение уже сделано как цели потому что она сама сама проповеду то есть архитектуру уже проповедуют там одежда священника уже проповедуют да ты ничего не говоришь она уже кто-то на людей влияет и когда у тебя есть помещение классная церковная его не использовать это какое-то прям богохульство что ли не знаю конечно это печально если это отойдет не церкви это не будет дома молитвы как сказано в библии храм мой храм молитвы наречется до храм должен быть домом молитвы но что же делать мы не можем подходить к церкви к церковному имуществу к церковному к этому это же окно опять же да этот дом это окно в мир для того чтобы проповедовать через него мы не можем к этому подходить прагматически мы должны всеми силами удерживать эти ресурсы потому что когда мы теряем мы уже вряд ли когда не сможем их восполнить некоторые прихожане этой общины и потомки колонистов с болью в сердце восприняли информацию о продаже церкви святой екатерины я поддерживаю любые усилия церкви возвращать здание принадлежащие им и потерянная за годы советской власти сам посильно в этом участвовал участвовать то сейчас вы противоположное телодвижение мне непонятно церковь то есть когда церковь продает здание церкви это просто нос при этом это же церковь пытается купить или получить от государства другие здания по всей россии зачем это они делают вот одно продают да а другое здание хотят получить чтобы потом опять продать надо понимать что продажа в наших условиях это потеря навсегда я воспринимаю весь этот опыт замечательная где в замечательном так сказать семинаре все остальное как инвестиция нашей церкви в будущее и я не считаю что мы вправе это отнимать из своих детей справедливости ради нужно сказать что в европе уже укоренилась практика продажи церковных зданий под иные цель но вот к чему такой путь ведет однако для европейских церквей находят и другое применение в италии например для принесения присяги перед богом изучение истоков жизни хранение пожертвований или причастие в несколько ином понимании этого слова учитывая что европейцы ходят в церковь все реже вполне возможно в будущем в христианских храмах можно будет чаще наблюдать не крещение а горки для любителей скейтборда дали я знаю хорошо захожу в магазин который торгует сувенирами и вижу там пепельница замечательная пепельница на которой изображены распятие господня иисус христос на распять я подзываю хозяина хозяин молодой парень я говорю извини пожалуйста он готов синьор это такая пепельница хорошая возьмите я говорю слушайте скажи мне пожалуйста как предполагается что вот берешь эту пепельницу и сигарету тушишь об распятие господа иисуса христа ты это имеешь ввиду вот ну предполагается как поступать с этой пепельницы ух да сеньор вы все правильно понимаете си си можно ли было 20 лет назад 30 про италию сказать что там будут продаваться пепельницы с и ликом господа нельзя сейчас можно вот и все что было нельзя то стало можно сделка по продаже церкви уже началась при этом какой урон будет нанесен этими недальновидными действиями историческому облику и каким шрамом станет душе благодарных потомков основателей этого поселения нынешние хозяева видимо не просчитывают и просчитывают они это что со стороны жертвователей на выкуп и восстановление этой церкви могут последовать иски о возмещении использованных не целевым способом средств одна семья из америки далки помогала собирала по америки и германии деньги на выкуп здания и участок и жертвовали вкладывая в будущее ветеранской церкви в россии а теперь что получается они за это делали ну вот по последним сведениям уже несколько человек которые жертвовали деньги если вы его продадите тогда верните нам деньги когда мы говорим о церкви вообще не имея ввиду какие-то наши внутренние терки в междиномиционные да и профессиональные то я считаю что церковь вообще вне зависимости от своей динаминации должна ответственно подходить к церковному сообществу вообще и когда она принимает какие-то решения она должна иметь ввиду что эти решения могут аукнуться не только для себя лично но и для тех парней вот с того дома с того молитва баптистского там или пятидесятнического да наш канал продолжит следить за развитием ситуации и информировать вас наши дорогие подписчики пожалуйста распространяйте эту информацию и не оставайтесь стороне давайте вместе защитим церковь от поругания это выбор народа божьего вот народ божий будет защищать свои храмы заботиться о них оплачивать их содержать их или не будет